На связи мой коллега Тимур Олевский, который сейчас находится в штабе Юлии Тимошенко в Киеве. Насколько я понимаю, сама Юлия Тимошенко уже проголосовала в Днепропетровске и прилетела в Киев. Так или нет, Тимур? Лика, ну не знаю, прилетела или нет, но то, что здесь она выступит в 8 часов вечера по киевскому времени в 9 в Москве, это совершенно точно. Надо при этом сказать, что вообще, вот если видишь пустые кресла конференц-холла, в котором происходит пресс-конференция, ты обратишь внимание, что здесь не так много журналистов и совсем мало гостей, вот за моей спиной как раз сейчас я даже отойду, покажу тебе сцены, с которой выступают время от времени сотрудники штаба Юлии Тимошенко, рассказывают о последних результатах явки и каких-либо нарушениях. Конечно, надо сказать, что в принципе штаб Юлии Тимошенко довольно мало людей тут, не то чтобы безлюден, но действительно не чувствуется здесь ни накала, ни напряжения, и возможно потому, что многие понимают, что Тимошенко не является аваритом гонки. Я вот говорил с разными людьми, которые так или иначе работают с Юлией Тимошенко или в партии Батьковщины, они утверждают, что в принципе если она наберет в этот раз 20%, то это будет большая удача и, считай, победа для нее. А дальше возникает самый главный вопрос, поздравит Юлию Тимошенко с Петра Порошенко в случае его победы или не поздравит. Для многих это кажется очень принципиальным вопросом, это значит символично, что ее электорат признает Порошенко президентом или нет. Ну и, соответственно, сам Петр Порошенко сегодня во время своего голосования на одном из избирательных участков честно сказал, что у него нет проблем ни с кем из, например, олигархов в Украине, со всеми есть хорошие контакты. Если они будут себя вести плохо, не служить Родине и делать что-то подобное, то он их отстранит от власти, имея в виду, видимо, Игоря Коломойского и Сергея Тарута, а про Тимошенко сказал, что с одним из кандидатов, пожалуй, у меня отношений никаких нет, и мы не можем наладить контакт со всеми остальными политиками в Украине, все окей. Ну вот при этом сам Петр Порошенко теоретически тоже может не поздравить Юлию Тимошенко в случае, если она берет 20%, например, таким образом возьмет и назначит выборы в Украинскую Раду на осень, где с таким рейтингом Тимошенко может собрать очень хорошую фракцию депутатов и действительно серьезно влиять на политику в стране. Мы же, соответственно, сегодня будем за этим наблюдать. Вообще, что касается... Сейчас покажу, как работает штаб Юлии Тимошенко, а пока буду рассказывать о тех нарушениях, которые уже зафиксированы на выборах президента Украины сегодня. Прежде, конечно, хочется сказать о рекордах. Рекорд совершенно и поставила Львовская область по количеству проголосовавших на этот час, на эту минуту. Уже более 52% избирателей на выборах президентских отдали свои голоса за того или иного кандидата. Не отстает Киев. И вообще общая явка по Украине превышает 40%. Это уже сейчас приблизилось к результату явки 2010 года, когда выбирали Януковича. Но, кажется, этот рекорд будет точно совершенно превзойден. Ну а дальше вопрос, если 50% плюс один избиратель проголосует за одного из кандидатов, то не будет второго тура. А если нет, то через две недели Украина продолжится выбирать президента, и эти две недели будут политически очень напряженными для страны. Все, конечно, надеются на то, что сегодня такое количество людей, которые решили прийти на избирательные участки, все-таки закончат эту избирательную кампанию, и страна заживется легитимным, уже окончательно избранным президентом, который точно начнет переговоры со всеми сторонами, и с Западом, и в том числе с Москвой. Возможно, это как-то повлияет на ситуацию на Востоке. Как раз про Восток тут об основном и говорят. Говорят, что там не открылись участки почти нигде, кроме нескольких округов. Что же касается других нарушений, то одно из важных нарушений, которые здесь все отмечают, хотя это совершенно, мне кажется, не влияет на качество избирательного процесса с точки зрения его легитимности, это, конечно, огромные очереди. Много людей пришло, но и самые большие очереди в Киеве. В Киеве очереди в первую очередь еще и потому, что сегодня выбирают и президента, и мэра города, к которым, кстати, в мэры которых в том числе идет, например, Лейси Арабец, известный общественно-политический деятель, именно, например, Виталий Кличко, который уступил свое кандидатское место в президента Порошенко, а сам идет на этой избирательной кампании в качестве кандидата в мэра Киева. А также еще и выбирают по двум бюллетеням, сразу по двум спискам депутатов Киевской городской рады. И такие огромные простыни, которые выдаются, в общем-то, иногда пожилым людям, и приходится в них разбираться. Но есть одно отличие, я уже об этом себе говорил, с удовольствием повторю еще раз, что здесь принято на каждом избирательном участке перед входом вывешивать плакаты не с биографии кандидата, не просто с его фамилией, а с его предвыборникам программы, с которой любой человек, который еще не определился, может ознакомиться, неисвешно прогуливаясь мимо своих портретов этих людей. Ну и потом, собственно, поставить галочку в бюллетене осмысленно. Вдруг кто-то не следил за национальными дебатами, которые проходили здесь весь месяц, почти каждый день через день, они проходили на Первом национальном канале. Вот такое вот немножко упадническое, но при этом непобежденное настроение в офисе Юлия Тимошенко. Вот ты видишь, там-то мои спины журналистов принесли первую смену блюд. То есть тут так принято, в общем, кормить журналистов в избирательных штабах. Но я так предполагаю, что у Петра Порошенко фаворита гонки. Так или иначе. Сегодня будет какой-то совершенно феерический банкет вечером. И в 8 вечера в 9 по Москве Юлия Тимошенко и он выступят перед журналистами с какими-то своими заявлениями. Тогда закроются избирательные участки, станет понятной явкой, и начнется подсчет голосов. Ну а буквально через пару часов уже примерно станет понятно, превзойден вот этот, будет ли превзойден этот рубеж в 50% плюс один голос, или избирательная кампания продолжится. Если это случится, тогда Юлия Тимошенко и Петра Порошенко заклятые друзья встретятся друг с другом, ну как минимум, на дебатах по телевидению. Им придется выяснять отношения уже лично. Ну а дальше мы, соответственно, будем свидетелями того, что будет происходить. Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, сейчас находится в Киеве, видела ее на дом избирательных участков. Она смотрит за тем, как проходят выборы. Вообще очень много иностранных наблюдателей на выборах. Завтра она будет давать здесь пресс-конференцию, рассказывать о своих впечатлениях того, что происходило, Юля. То, что происходило сегодня. Алика, вот так проходят выборы пока в Киеве. Тимур, а скажи, пожалуйста, вот я буквально только что, несколько минут назад, говорила с председателем правления комитета выборщиков Украины Александром Черненко, который сказал, что вот судя по данным экзитпола, в который он видит, уверенно побеждает один кандидат, и второго тура не будет. В штабе Юлия Тимошенко в этом случае есть какой-то план действий? Что будет происходить в случае, если второго тура не будет? Как будут вести себя сторонники Тимошенко? Ну вот это, собственно, и есть та самая интрига. Поздравит Тимошенко его или нет, признает эти выборы, она формальна или нет. Мне кажется, что у Юлии Тимошенко с самого начала не было иллюзий по поводу ее шансов стать президентом в этот раз. Но уверен, что у нее есть план Б, куда более реалистичный и в некотором смысле для нее более весомый, это стать, собрать очень большую серьезную коалицию в Украинской Раде после выборов в Украинскую Раду досрочных, которые, скорее всего, будут объявлены. Набрать там такое количество депутатов, которые позволят ей стать спикером Рады. А спикер Рады в условиях действия Конституции 2004 года, когда президент, в общем, конечно, не имеет уж слишком больших прав и полномочий, совершенно несравнимо с полномочиями Виктора Луковича, премьер-министр и спикер Рады будут теми самыми людьми, которые будут действительно определять повестку политическую дня в стране. Уверен, что Юлия Тимошенко сейчас уже прицеливается туда, вот на такую длинную предвыборную кампанию, рассчитанную на ось. А вот будут эти выборы или нет, состоятся они осенью или нет, как раз от Петра Порошенко и зависит, так что придется договариваться. Здесь в штабе это не обсуждают публично, но в кулуарах, конечно, все понимают, что переговоры политикам, которым припоминают друг другу старые обиды, так или иначе вступить придется, хотя сам Петр Порошенко уверяет, что главное для него сейчас не решение вопросов с Юлией Тимошенко, а как можно скорейшее налаживание диалога с Европой и с Москвой, в первую очередь для того, чтобы решить проблему Востока Украины, о котором он сегодня, каждый раз, когда приходит журналистам, говорит, начиная практически свои слова именно вот с того, что происходит на Востоке, и каждый раз подчеркивает, что там люди проголосовать не смогли. И очевидно, что, скорее всего, переговоры на внешнеполитической арене вот такие начнутся сразу. Как только президент получит полномочия, пройдет инаугурация, и он сможет, собственно, кому-то позвонить, или тот позвонить ему. Спасибо, Тимур. Это был Тимур Олевский, который сейчас находится в штабе Юлии Тимошенко и следит за украинскими выборами оттуда.